В эфире служба новостей Саров-24. В студии Катерина Пёнова. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Прокатиться с ветерком. В Сарой появится прокат электросамокатов. Опасные шутки. В Сарфу-ТИ поступило второе в этом месяце сообщение о минировании. Хорошее начало в первой игре серии плей-офф. Хакасаров разгромил старт из Станшаева. Далее расскажем обо всем подробно. Приемная кампания в первый класс в Сарове стартует в 9 утра 31 марта и продлится до 5 сентября. Прием детей проходит в два этапа. Первый с 31 марта по 30 июня. На этом этапе подают заявление родителей тех детей, которые проживают на закрепленной за школой территории и льготники, у которых есть преимущественное первоочередное право на зачисление в конкретную образовательную организацию. Первоочередным правом пользуются дети военнослужащих, сотрудников полиции, ОВД и ряда других силовых ведомств по месту проживания семей. Преимущественное право имеет ребенок, чей брат или сестра уже учится в этой школе. Второй этап приема пройдет с 6 июля по 5 сентября. Заявление будут принимать от всех, независимо от места проживания, но зачислят только при наличии свободных мест. По новым правилам школы должны будут принимать заявление о зачислении ребенка через портал госуслуги. При этом нельзя будет отправить заявление вместе со сканами документов на электронную почту школы. При подаче заявления через госуслуги школа не вправе запрашивать дополнительные документы, но может запросить только документальное подтверждение имеющихся льгот. С 30 марта начнет работать горячая линия по вопросам поступлений в первые классы. Звонки будут принимать по номерам 95521 и 95522. С апреля в Сарове планируют открыть прокат электросамокатов. Сейчас администрация проводит опрос населения на тему, где именно в городе установить места для парковок. Как саровчане отнеслись к нововведению и готовы ли инфраструктуру города к такому экологичному транспорту, узнала наша съемочная группа. Весна уже совсем близко, снег начинает стремительно таять. Это значит, что уже совсем скоро на улицу города выйдут велосипеды, моноколеса, электросамокаты и другие средства индивидуальной мобильности. Прокатиться с ветерком смогут даже те, кто экологичным транспортом обзавестись не успел. С 1 апреля в нашем городе планируют открыть прокат электросамокатов. Сейчас администрация проводит опрос населения на тему, где именно разместить места для парковок. Нужен ли в нашем городе прокат электросамокатов? Будет он пользоваться популярностью? Конечно, нужен. Наверное, будет, потому что это вроде модно. Много вроде людей катается просто по городу. Ну, я считаю, электросамокаты это на самом деле очень нужная вещь в нашем городе, потому что, допустим, из старого района в Новый добираться будет проще некоторым людям. Я думаю, нет. А почему? Ну, у нас город маленький, можно на велосипеде или пешком. В реализации таких идей они опоздали, так как все, кто хотел кататься на электросамокатах, давно их приобрели. А вот вся эта прокатная история, она была какое-то время актуальна в западных странах, но сейчас уже такой популярностью там не пользуется, насколько мне известно. Читаю, нет. И так обстановка какая-то у нас неблагонадежная. А это еще будет больше всяких аварий. Так что я против. Где лучше их располагать? Наверное, около торговых центров, где больше всего людей еще-таки. Быть в самых проходных местах, где люди ходят, где можно без особых усилий как-то добраться до смоката. Больше идей не возникает. Я вообще не местный. Я был в больших городах, там в основном в таких парках, либо вот в нижнем, например, на Покровке. В марте электросамокаты приравняли к средствам индивидуальной мобильности. Максимальная скорость движения на нем при весе до 35 килограммов составляет не более 25 километров в час. Кататься на электросамокатах теперь официально можно по тротуарам, пешеходным зонам и велодорожкам. Вопросом создания в городе комфортной и удобной велодорожной сети занялась городская дума. Помогает депутатам молодежная палата. Активисты уже встретились с представителями велодвижения в нашем городе и провели опрос среди населения. Больше всего замечание было по отсутствию плавных съездов, тротуаров и пересечениях с проезжей частью. Но на первом заседании по развитию велодвижения представитель ДГХ говорил о том, что они реагируют на подобные замечания и сглаживают съезды по просьбе горожан. Так что если у кого-то есть предложение, где бы можно было такой съезд переделать, то можно обратиться в ДГХ. Еще одна проблема, волнующая любителей средств индивидуальной мобильности – отсутствие парковок. Особенно остро это ощущается в летний период у площадок ядерного центра. Молодежная палата занялась этим вопросом. Нас заинтересовал момент в том, что не хватает парковок рядом с проходными площадки «Основная». И уже обратились к руководству ВНЕФ с просьбой увеличить их количество. Вот в данный момент этот вопрос мы прорабатываем. Я думаю, что к началу сезона мы сможем увеличить в два раза количество парковочных мест. Оставить свое мнение о том, где лучше разместить парковки, прокаты электросамокатов, можно в группе администрации ВКонтакте. Анна Пилипец, Константин Островский, Евгений Ивашенко. Служба новостей, Саров, 24. День открытых дверей по сохранению здоровья мужчин и женщин пройдет в первой поликлинике. 25 марта все желающие смогут пройти обследование в рамках диспансеризации. Прием проведут терапевт, уролог и гинеколог. Пациенты сдадут общий анализ крови, биохимический анализ крови, общий анализ мочи, пройдут ЭКГ, спирометрию, измерение внутриглазного давления, рентген органов, грудной клетки. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Автобус с детьми из Сарова попал в смертельное ДТП в Пензе. Водитель микроавтобуса при повороте не уступил дорогу, ехавшему по встречке автомобилю Киа, сообщает пензенская прокуратура. Водитель легковушки погиб на месте. Его 7-летний ребенок скончался в больнице. Четверо детей из автобуса госпитализировали. Их жизни ничего не угрожает. В ближайшее время их планируют перевезти на лечение в Нижний Новгород, сообщает глава Минздрава региона Давид Мелик-Гусейнов. Строительство новой детской поликлиники на улице Чапаева продолжается. Полностью выполнили работы по наружным сетям. Теплотрасса, водоснабжение, ливневая и бытовая канализации, электроснабжение. Подрядчик заканчивает кровельные работы, облицовку фасада здания и черновую отделку внутренних помещений поликлиники. Около 9 утра на электронную почту САРФТИ пришло сообщение о минировании. Отправитель утверждал, что взрывные устройства заложены во всех корпусах. Администрация отреагировала оперативно. Сотрудников студентов эвакуировали и вызвали специальные службы. ОВД, Росгвардию, полицию и ФСБ. Проверка показала, что сообщение было ложным. Службы все приехали в свое время, весьма быстро среагировали. Уже со служебной собакой идет обход зданий. Полиция пока дежурит, Росгвардия здесь. К сожалению, да, это второй случай. Будем надеяться, что все-таки найдут таких шутников и накажут. Первоклассник одной из городских школ пострадал от рук своего одноклассника. Мальчика 2015 года рождения доставили в больницу с колотой раной волосястой части головы. На уроке другой мальчик воткнул пострадавшему в голову карандаш. После осмотра врачом ребенка отпустили. В этот же день от директора школы в ОВД поступило заявление с просьбой оказать мировоздействие на родителей учащегося из-за ненадлежащего исполнения родительских обязанностей. Чем еще запомнилась минувшая неделя сотрудникам правопорядка, расскажем далее. За прошлую неделю сотрудники ОВД зарегистрировали 6 случаев мошенничества. Общая сумма ущерба составила около 700 тысяч рублей. Самым популярным приемом у мошенников остается информация о безопасном банковском счете. Попавшись на такую уловку, Саровчанин перевел 438 тысяч рублей. Также мошенники продолжают обманывать своих жертв рассказами о том, что их родственники или знакомые попали в аварию и срочно нужны деньги. Никаких безопасных счетов не бывает. Никогда не позвонит сотрудник банка, либо сотрудник полиции, и будет говорить по телефону о том, чтобы вы производили какие-то операции с денежными средствами. 15 марта медсестра приемного отделения сообщила сотрудникам ОВД о том, что в больницу доставили школьника с колотой раны головы. Одноклассник потерпевшего воткнул ему в голову карандаш на уроке. Диагноз «колотой раны мягких тканей волосистой части головы» и «народное тело мягких тканей головы» отпущено. По данному факту проводится проверка. В этот же день было зарегистрировано заявление директора школы с просьбой оказать меры воздействия на родителей учащегося, причинившего телесные повреждения однокласснику, в связи с ненадлежащим исполнением родительских обязанностей по воспитанию ребенка. На обоих родителей составлен административный протокол. На дорогах города произошло 8 ДТП с материальным ущербом. Из них два с пострадавшими. На проспекте Музруково у дома 37 водитель «Хюндай» не справился с управлением. Выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомашиной «Тойота». В результате ДТП водители обоих автомобилей и пассажир «Тойоты» получили ушибы и переломы. Светлана Ярунова, Евгений Шикарев, Евгений Ивашенко. Служба новостей Саров, 24. Зимний чемпионат Сарова по легкой атлетике прошел в Манеже юниора. Участникам предстояло преодолеть дистанции в 300 или 1000 метров. Дополнительно дали старты для детей на 30 и 300 метров. На соревнованиях побывала наша съемочная группа. На зимнем чемпионате города по легкой атлетике собрались порядка 40 спортсменов. Среди них студенты с РФТИ и медколледжа. Воспитанники спортивной школы «ИКАР», представители МЧС, всежелающие саровчане, а также сотрудники муниципальных организаций и предприятий. Роман Куликов, ведущий специалист Департамента по делам молодежи и спорта, постоянный участник соревнований. Спортсмен старается участвовать в различных забегах. За год у Романа получается около 20 стартов. Роман предпочитает длинные дистанции, поэтому для себя выбрал максимальную дорожку – 1000 метров. Давно не бегал такую дистанцию, и сегодня хочу проверить, на сколько я бегаю. Потому что я больше бегаю на выносливость. Мне более привычно дистанция 10-12 километров. Повелось со школы, всегда было интересно, хорошо получалось. Может, хотя бы лучше бегал, кто в классе. Потом не закончил, еще от сорти бегал все время. И, соответственно, работаю. В спорткомплексе «Юниор» на старт чемпионата вышли и юные лёгкоатлеты до 18 лет, и ветераны спорта. Участники выбирали любую дистанцию на выбор – 30, 300 и 1000 метров. Зимний чемпионат старого по лёгкой атлетике также стал и отборочным этапом для чемпионата России среди спортсменов старше 35 лет, который пройдет 1-2 апреля в Пензе. Сезон только начинается, конечно, будут соревнования. У нас скоро будет открытие летнего сезона, посвященный памяти Кубукина, нашего тренера. Потом будут золотые купола, Арзамас – это выездные соревнования. Ну, так, городские соревнования у нас достаточно проходят на стадионе «Икаре». Чемпионат города по лёгкой атлетике проходит уже более 30 лет. Кроме зимнего забега, есть еще и летний турнир на стадионе «Икар», на котором спортсмены подводят свои итоги сезона. Такие лёгкоатлетические старты – хорошая возможность бросить себе вызов, показать, на что способен, поставить цели и задачи на будущее. По обстоятельствам, ходил раньше на плавание, пришлось перейти в атлетику. Спорт очень понравился, поэтому и остался. Призер области, чемпион, призер ПФО на эстафете на 400 метров, участник в сертификосоревнованиях. Моя цель, естественно, это победить и для себя результат улучшить с дистанции своего уже удовольствия, скажем. После забегов прошло торжественное награждение призеров и победителей лёгкоатлетического чемпионата. Светлана Ярунова, Евгений Шикарев, Евгений Ивашенко. Служба новостей «Саров-24». Градус напряжения чемпионата по хоккею высшей лиги поднимается. Регулярные соревнования подошли к концу. «Саров» вышел в плей-офф с лидерской позиции. В минувшие выходные на своём льду наши хоккеисты приняли команду «Старт» из Таншаева. О том, как прошла встреча, расскажем далее. Красивая игра. Такой назвали болельщики встречу хоккейного клуба «Саров» с команды «Старт» из Таншаева, которая прошла в минувшие выходные в ледовом дворце. Поддержать свою команду пришли многие горожане. Что пожелаете? Чтобы легко выиграть. Вот всё. Твёрдую победу. Чувствуется разница большая, что раньше играли, и что сейчас играет. Разница большая. Хороший, отличный, весёлый. Победим? Конечно. А с каким счётом? 7-3. Только выигрыши. Мало того, там мой внук играет. Неужели я за кого-то другого буду болеть? Нет. Так, только за наших. «Саров» впереди. Я желаю вам удачи, и чтобы вы всегда выигрывали. На голы игра была щедрая. Открыл счёт на первой минуте и поставил точку в игре Михаил Румынин. Михаил и лучший бомбардир чемпионата Денис Китаев оформили хет-трик. Капитан команды хоккейного клуба «Саров» Сергей Клепнёв зафиксировал дубль. В первом периоде наша команда допустила несколько ошибок в обороне, пропустив две шайбы. На перерыв ушли со счётом 3-2 в пользу «Сарова». Поговорили в перерыве, судили всё, успокоились, вышли, быстро забили. Но я так же опять быстро пропустили. Ну а потом ещё одну забили, и что-то уже, видимо, Таншаева подсело, может, физически. Потому что мы уже сделали задел. И в третьем периоде просто нужно было аккуратно сыграть, не получить травмы и довести игру уже просто до победы. Это первая игра «Сарова» в серии плей-офф чемпионата высшей лиги. Третий период закончили с разгромным счётом 9-3. Саровские болельщики придумали добрую традицию для наших хоккеистов – коробку с победными шайбами. И первую в неё уже положили. Ребят, молодчики, давайте в том же духе, да? Поверили сегодня в себя. Я думаю, что этот раунд будет тяжёлый на самом деле. Но мы сегодня доказали, что мы лучше. Давай! До титула чемпионов области нашей команде осталось ещё 4 шайбы, 4 победные игры. В следующие выходные старт примет Саров на своём поле в Таншаеве. Анна Пилипец, Евгений Шикарев, Евгений Ивашенко. Служба новостей Саров, 24. И это всё, о чём успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала 16, в социальных сетях ВКонтакте «Одноклассники». Там же вы найдёте все информационные выпуски, авторские программы. В студии работала Екатерина Пёнова. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова